Ну, почему не подходит-то? Вот каждый раз, когда я покупаю новый телефон, приходится менять всю периферию. Почему вы думаете, я на iPhone-то не перехожу? Добро пожаловать на «Сделай сам за 5 минут». Меня зовут Триша Хершбергер, и в сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых крутых устройствах USB-C для вашего модного мобильника. Если вам нравится наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новых серий. Переход от microUSB к USB-C может показаться той еще морокой, но в перспективе оно того стоит. Давайте на чистоту. Прошли годы, прежде чем стандарт microUSB стал использоваться повсеместно. До сих пор можно встретить примочки, представляющиеся с устаревшими громоздкими разъемами miniUSB. Бэээ. Конечно, новые модели телефонов начинают оснащаться USB-C, однако столь любимые всеми нами комплектующие? Пока нет. Мы говорим о переходниках. Вы можете приобрести адаптер microUSB USB-C долларов за 10, и вам не придется покупать новый кабель для всех своих устройств. А если уж наступит время, когда андроид таки пойдет на поводу айфонов и отберет наш любимый аудиоразъем, вам не придется переживать. Кому захочется тратить деньги на новые наушники только из-за того, что разработчики решили, что разъем не нужен? Кстати, приличных наушников с кабелем USB-C и не найдешь. Нет! Кошмар стал явью! Какого черта? Я голосую за сохранение аудиоразъема. Ну, если кто-то спросит, упразднение у портов решительное нет. Одно из преимуществ телефонов на базе Android – это возможность использовать дополнительные карты памяти. А что же насчет флеша? Знаете ли вы, что у большинства новых моделей телефонов есть возможность использовать USB-C для флешек? Перед вами одно из таких устройств. На одном конце разъем USB-C, на другом – обычный USB. С его помощью можно легко перекидывать файлы с мобильника на ПК. Теперь об аккумуляторах. Если вы еще не видели нашему выпуску, посвященному Powerbank, самое время это сделать. В нем мы разбираем основы технологий зарядки аккумуляторов. Здесь будет довольно сказать, велика вероятность, что зарядка через порт USB-C на Powerbank будет проходить заметно быстрее, чем при использовании других интерфейсов. В общих чертах выходная мощность порта USB-C больше, чем у обычного USB. Если вы прямо сейчас подыскиваете новый Powerbank, разумно приобрести устройство, оснащенное USB-C. Хотя бы на будущее. Во многих топовых моделях телефонов предусмотрена беспроводная зарядка, что весьма полезно на случай, если USB-C заглючит. Но сейчас не об этом. А что, если телефон не поддерживает беспроводную зарядку? Или, боже упаси, она отличается от стандарта, принятого на местном Старбаксе. Новенький смартфон и в помойку! Снова беготня по магазинам! Или приобретайте беспроводной ресивер для зарядника за 20 баксов. Эти ресиверы поддерживают большинство стандартов беспроводной зарядки. Так что сверяйтесь с рейтингами и смело выбирайте, какой больше нравится. И, наконец, устройство, которое придется по душе как пользователям GoPro, так и владельцам квадрокоптеров. Для них SD Reader, подключающийся прямо к порту USB-C. Невероятно удобно, если вы хотите загрузить съемку в социальную сеть, не возвращаясь домой, чтобы перекинуть видео. Ридер подключается непосредственно к камере или к корпусу беспилотника. Ну что, уже не так все сложно. А какую периферию на базе USB-C хотели бы увидеть лично вы? Сообщайте в комментариях. Если ваша беспроводная зарядка не работает в Старбаксе, и вы хотите знать почему, смотрите видео по ссылке. А на сегодня все. С вами была Триша Хёршбергер. Увидимся в следующих выпусках. Сделай сам за 5 минут.